Ранее в нашу редакцию обратились жители улицы Салаирской. Их беспокоит складированный снег на строительной площадке, которая находится напротив их домов. Возведением нового микрорайона занимается компания «Стройрегионсервис». Мы выслушали обе стороны. На куче снега со строительным мусором пожаловались жители улицы Салаирской. Рядом с их домами ведется строительство многоэтажек. У нас одна проблема, очень крупная. У нас застройщик «Стройрегионсервис» постоянно нам устраивает какие-то козни. Сейчас главная у нас проблема, что на площадке, это выделено там для строительства, в том числе ему площадка, тем не менее там они высыпают весь строительный мусор. То есть отходы, которые остаются от стройки, не нужны. Все абсолютно битое, небитое, химию, все полностью сливают, выгружают туда. Все это, естественно, сейчас со снегом тает. Снег тоже незаконно. Они там устраивали складирование снега. Снег до сих пор никто не вывозил. Естественно, вместе с этой грязью сейчас он тает с этой химией всей. И вот все это нам дышится, льется нам на улице. Прошлый год снегом заваливали здесь все. И эта грязь шла не только к нам, разрушая нашими руками построенную дорогу. Но ведь она льется, снег тает и льется ведь в раздельную. Вот этот грязный, невозможный. Ведь что в этом снеге? Только нет снегу. И оно же через раздельное идет на водозабор, и город пьет эту воду. И это никого не волнует совершенно. Никого не волнует. Что мы пьем, что попадает в нашу воду. Вот вы даже сейчас видите, что было зимой, мы же в декабре уже кричали и стучали во все двери. Никто ведь не отреагировал. Реакции-то никакой нет. Кучи как были, так ведь и остаются. Как ухудшают наши жилищные условия, так и ухудшают. Ничего не меняется вообще. Администрация никаких действий не предпринимает. Им осенью в стройрегион-сервис было выдано предписание убрать снег полностью. Все отсюда вывезти, что они складировали мусор и снег. У нас есть видео, как они по дороге рассыпали и утаптывали это все. И в администрацию отчитались, как они полностью вычистили все это, вывезли снег. Также из-за возведения высоток, по предположению горожан, в частных домах стала подниматься вода. Сейчас эта проблема вновь обострилась. Они прокопали вон там яму и полностью пустили воду к нам в дома. У меня вода пришла. 26 марта. Вот, смотрите. Видите? Пришла вода и идет вон. Вот тут, снижу. Мы обратились за комментариями к застройщику. Представители компании «Стройрегион-сервис» заверили, что они заключили договор с Центром муниципальных услуг по вывозу снега. Любое строительство, в том числе такое комплексное многоэтажных домов, сопровождается с временными неудобствами. Но эти временные неудобства в последующем заканчиваются с данными объектами, после которых остаются асфальтированные дороги, ливневая канализация, освещение придомовой территории, прилегающих улиц. Поэтому я бы попросил жителей немножечко, как говорится, потерпеть, отнестись с пониманием к временным неудобствам, которые вызывают строительство. Это где-то может быть и шум, или где-то может быть какая-то грязь. В последующем будет прекрасный микрорайон с асфальтированными дорогами, с освещением улиц. Тем более у жителей улицы Салаирская и улицы Солнечная есть прямые телефоны специалистов технических компаний Стройрегионсервис, которые оперативно реагируют на любые вызовы. Вот буквально недавно с улицы Солнечной по обращению была оказана помощь в разрыхлении снега и при восстановлении ливневой канавы. То есть было исключено, оперативно исключено затопление, подтопление улицы. Также по обращению жителей с улицы Салаирской совместно с предприятием Горсвет была освещена улица Салаирская. По осени был осуществлен спил аварийных деревьев и вывоз спиленного дерева на полигон отходов города Берска. По словам Семена Лапицкого, с площадки рядом с улицей Салаирской снег вывозили в январе, феврале и марте. В зимние месяцы вывезли 1300 кубометров снега. Что касается подтопления домов, то исполнительный директор компании добавил, что на сегодняшний день нет никаких оснований утверждать, что причиной данной ситуации стала именно стройка. Я не являюсь экспертом, и у жителей на данный момент нет экспертного заключения о причинах подтопления. Так как в этом году очень большой поток поверхностных талых вод, это могло послужить причиной подтопления. Поэтому здесь нужно выбирать какое-то экспертное заключение и определяться уже с причиной, и думать уже о решении этой проблемы с жителем. В свою очередь главный инженер компании сообщил, что траншея вдоль забора отводит воду от участков. Ее направили в сторону ливневой канализации. Вот углавная канава идет вдоль, вдоль границ нашего участка, вдоль забора. Понимаете? И эта канава, она спасает людей этих. Если бы не было канава, вода стала подпор, она пошла под ним и на участки, и еще непонятно куда пошла. А мы конкретизировали эту канаву в сторону наших ливневых канализаций, в сторону водоприемных воронок. И она целенаправленно идет, она не заходит и на стройку, не заходит на полегающие участки. Вот есть там, например, Иван, живет на углу непосредственно напротив его дома, 16 канава. Он состоит тоже в активной группе улицы Лаевской по поводу застройки. Но именно по поводу канавы он выразил мне благодарность. Потому что, говорит, молодцы, что прокопали, ребята. Мой дом не затопило. А дом от гражданина, про которого говорите, который сказал, что мы его топим, он находится от линии стройки на третьем или четвертом месте. Ну, то есть четвертый участок от забора, понимаете? Ну, уж точно не ему, не ему паниковать по поводу этой водоотводной канавы. Уж точно. Впрочем, местные жители готовы идти до конца в борьбе за свои права. Инициативные горожане объединились и сейчас отстаивают свои права в судебном порядке.